Здравствуйте дорогие друзья! По вашим все-таки просьбам пришлось мне сделать фильм Как вязать муравья Давайте начнем по порядку Фильм будет очень длинный, нудный Я буду делать перерывы, так как технологически изготовить за один присест И очень быстро не получится Потому что приходится ждать пока клей подсохнет, лак подсохнет И технологически нельзя торопиться, потому что все потом будет плыть И сама по себе мушка будет, ну она никуда Ни вида не будет иметь И испорченная ваша работа Что нам понадобится? Я для наглядности не на 16-м, а на 14-м номере Вот такого вот производителя крючок Граб Шримп Желательно конечно использовать слегка гнутый, но можно изготавливать муравья и на прямом цевье Поэтому вы так сильно не заморачивайтесь Мне просто это нужно было для того, чтобы более придать форму Для зимней рыбалки меньше было зацепов А вы уже для себя определяете сами Нам понадобятся Если вы хотите изготавливать очень огруженный Понятное дело понадобится вольфрам Вольфрам сам по себе, вы сами прекрасно знаете Значительно тяжелее любого металла, который у нас Латунь, медь, свинец Поэтому его тот же объем почти наполовину больше, чем допустим латуни Ну понятное дело, что медь тяжелее Если огрузить чисто свинцом Можно чисто свинцом Я когда не было вот всех вот этих вот таких вот бусинок и всего у меня Я использовал охотничью картечь Просверливал просто-напросто обыкновенным сверлом Или же брал, допустим, надкусывал Как мне было удобно И уже потом в процессе крепил на цевье То есть проблем никаких не должно у вас возникнуть Применяйте все, что вы сочтете необходимым Основного вот такого, как говорится Что вот именно вот так нужно делать Не обязательно Единственные моменты Это я на них буду обращать внимание Конечно, их выполнить От начала до конца Иначе в противном случае Будет не очень хорошо Значит, как у меня уже спрашивали определенные друзья Когда-то вот в мое время продавались вот такие вот всевозможные наборы Это очень-очень давно покупалось, более 10 лет Можно купить россыпью, как хотите Я буду вам показывать именно на вольфраме Чтобы потом у вас не возникали проблемы И, как говорится, если вы будете работать с латунью Или же у вас будет такая же трудность, как у меня Если вы хотите То есть муравья можно вязать И так, что у колечка будут усики То есть задняя часть будет у загиба Так и наоборот можно Вы у меня видели в предыдущем фильме То есть у меня два типа муравьев были связаны Как вам будет удобно Это просто была такая прихоть самого заказчика Так захотелось Ловят они одинаково Но единственное, конечно, скажу сразу Если вязать наоборот И вот эта самая тяжелая вольфрамовая бусинка будет у колечка То у нас все время будет идти вот так вверх жалом И еще меньше будет зацепов Ну, как вам будет удобно Теперь, как лучше одеть эти бусинки Вот у меня вышло так, что Вот эта, как вы видите, она с разрезом Здесь проблем никаких не возникает Но понятное дело, что чтобы этот разрез Который специальный вырез Чтобы можно было одеть Он должен находиться сзади, потому что мы будем одевать у вас его на нитку Здесь у меня он без никаких разрезов, без вырезов, без ничего Но я покажу на латунном шарике Если вы обратите внимание Вот я буду показывать вот так С этой стороны одно отверстие А здесь как бы оно развальцовано больше Вот у меня вот такой же шарик Я его ставлю, чтобы вот это Придется искать Вот это развальцованное отверстие У меня было направлено к колечку Почему? Я буду, когда здесь крепить материал Вот у меня вот эта более широкая часть оденется И меньше места займет для тела Ну, а теперь давайте по порядку Что понадобится? Крючок я рассказал, бусинку я уже рассказал Теперь, что касается ниток Желательно использовать и тонкую, и толстую Любую, какая у вас попадется Но здесь не должно быть большое нагромождение материала Так как мы с вами Вот у меня здесь на катушечке отмотан Вот тот силикон, который я вам показывал для рукоделия Как вы видите, его толщина очень большая Чтобы нам его сюда закрепить Ну, надо его, как говорится, расщепить Что я делаю? Как вы видите, я уже сделал Я взял ножницами слегка Поделил пополам И потом разделил эту прядь У меня уже готовы, вот они они, усики Я не заморачиваюсь Можно потом отрезал, опять дальше продолжаю То есть у меня конкретно вот эта силиконовая резиночка Идет только на усы Можно, конечно, ее разделить И здесь же можно также из нее изготавливать лапки Но лапки я буду изготавливать совсем немножечко с другого материала Вот такого Это вот, как вы видите, тоже такая же для рукоделия резинка Она бывает разных диаметров И толщина ее, как говорится, разная Если вам толщина немножко не подходит Как вы видите, здесь у меня уже на краю тоньше А здесь значительно толще Почему? Я ее потянул Аккуратно, она рвется очень хорошо Я ее вот так потянул Она стала у меня в два раза тоньше Меньше ее толщину, к сожалению, сделать не получается Поэтому вот подбирайте для лапок Это как раз вот идеальная здесь толщина Почему именно я использую резину? Давайте я буду делать И будем рассказывать дальше Потому что времени уйдет очень много на этот фильм Значит, резина сама по себе Не ломается Для зимних рыбалок, если вытащить во льду все замерзшее Сами понимаете, коснулись Пока-то с этой рыбкой, с лисей, прочее, десятое Оно может обломаться И это же резинки Выдерживают практически все Резинки, которые тонкие Сама резина по себе не годится Она быстро взапреет Я использую вот такой клей Миллионы раз уже спрашивали Он идет с отвердителем Вернее, с ускорителем Он не нужен То есть я использую именно только вот гель Если у вас такого нет Используйте любой клей-момент Кроме как такового момент То есть секундный клей Здесь я вам покажу воочию Что у меня уже клей начинает вздыхать Он уже не совсем у меня годится Для нормальной работы То есть он уже больше Начинает тянуться значительно Больше, чем должен на самом деле Как вы видите Извините за выражение По-другому нет Тянется вот как сопли То есть это уже говорит о том Что не сегодня-завтра Моему клею уже будет кирдык Свои свойства он не потеряет Но работать нам с ним будет неудобно Потому что вот смотрите Мне здесь нужно мало нанести клея А вот капля у меня уже получается большая Совсем немножечко Наносим клей Так как я использую нить полиэстер Она очень скользит Поэтому желательно сразу посадить ее на клей Нитка у меня настолько тонкая Что не знаю передаст камера или нет Она 0,0,15 Здесь 3-4 пряди Самые тонкие какие только есть Старайтесь использовать нить Как можно тоньше Потому что 10 раз пройти по одному месту тонкой Лучше, чем пройти толстой 5 раз Слегка Вот как вы видите Мы сделали площадку Не увлекайтесь Потому что шарик мы не можем примерить Он приклеится Здесь клей То есть вы должны для себя Уже отработать технику Сколько вам витков И сколько чего нужно положить И теперь Вот у меня уже есть моя заготовка для усов Я ее прикладываю сверху Притяжным узлом Как вы это знаете Между пальчиками зажали Опустили вниз И Пару-тройку витков Посмотрите Я даже не затягиваю Вот Примерил Да, меня усы вполне устраивают И теперь Не отпуская Вот по одному и тому же месту Прохожу 2-3 Сильно не натягиваем Потому что наши усики могут уехать Все Теперь На косую Я отрезаю Не натягивая Иначе нитка У нас может Опять дальше Вернее Резинка наша Может расщепиться Этого вполне достаточно То что остался хвостик Это не страшно Мы его закроем Вот тем выступом Который я вам показывал В начале фильма Теперь Подхватили его Вот прижали И смотрите Чтобы нитка не утащила Куда не попадя Наши усы Я аккуратненько Опускаю с ниткой Вниз до колечка Все Клея у меня нет Теперь смотрите Я беру шарик Клей у нас уже спрятался Я беру шарик И опускаю вниз С нажимом Сколько? Отлично Мне как раз Хватит места Закрыть все И сделать продолговатую головку Больше Ниток Я не подматываю Нигде Здесь же Где у меня висит нитка По окончанию Ближе к колечку Я делаю завершающий узел Можно не делать Можно намазать клеем Потом аккуратно срезать Ну Привычка есть привычка Поэтому я узловязом Пару-тройку оборотов Сделаю И Сразу же Это Нитку я никогда не обрываю А срезаю ножницами Хорошо заточенными Вот так В натяжечку И теперь Мы берем Вот нашу Иголочку С клеем Который у нас остался Вот как вы видите Он еще У нас Рабочий Хорошо промазываем И промазываем так Чтобы Будем говорить так Ну Было чуть-чуть больше Чем мы хотели бы Но В пределах разумного И одеваем нашу бусинку С усилием Так чтобы не вырвать крючок Я Поджимаю Ноготком И Дальше Вот сколько у меня Хватает усилий Я Ногтями Подпихиваю Почему я говорил Немножко больше клея Если вы можете Обратить внимание Камера вот передаст У нас Красивым таким шариком Клей Заполнил Нашу нитку И подхватил Вот наши усики Теперь мы можем С вами Повернуть Так как нам Нужно крючок А желательно Его поставить Вот в таком положении Чтобы Бусинка Которая Будет формировать Зад Нам не мешала На глаз Как вам будет удобно Вот прикинули Такое должно быть У нас тело Значит шарик У нас должен Находиться Вот Где-то Чуть дальше За началом загиба Так как клей у нас остался Мы еще немножечко Промажем цевьё И здесь я использую Уже нитку Не просто А вот она Где-то 6.0 Это тоже из тех ниток Которые я распускаю сам Желательно Использовать Очень качественную Крепкую Нить Ровницу На месте Где мы с вами Примерили Должен быть шарик Кому неудобно Можете Попробовать Это Маркером Сделать Отметочку И вам будет Достаточно удобно Работать Нить Отрезаем И Ждём Когда немножечко Подхватится клей Так как нам нужно Будет здесь Наращивать Заднюю часть Нашего муравья И Нить Не должна у нас Ни шарик сдвинуть Ни Слезть На загиб Поэтому Она должна У нас Здесь быть Хорошо Приклеенная И Форма Её такая Будет Что всё время Она норовит Куда-то Убежать Поэтому Мне сложно Вам передать Словами Но Вы сейчас Будете всё Видеть И поймёте Сами Теперь Заднюю часть Вот я в одном И том же месте Проматываю Вот такой Большой шарик Насколько мне Позволяет Моя Мой загиб Крючка Нам так Будет легче Потом Формировать Тело Всё Получилось Вот такая Оливка Как вы видите Немножечко Прохожу До того места Где у нас Должен крепиться Шарик Вырез Я поворачиваю Вниз И Примеряю Свой шарик Как вы видите Для тела У меня Очень много Осталось Места Мне не годится Поэтому Я вот Начинаю С того места Где у меня Должен уже Находиться Шарик Я начинаю Делать Делать его Толще 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 Но не захожу Пару миллиметров Так как у меня Делать можно Разные варианты Единственное Я же говорю Не годится Клей момент Как клей момент Промазали клеем Теперь опять Я по всей длине Это не даст возможности Сползать Сползать моей нитки Когда Мы потом В дальнейшем Будем формировать Заднюю часть Нашего муравья Все Вот я Уже вижу Что оптически Ну Понятное дело Я их навязал Очень много Что мне уже Приблизительно Достаточно Примерять мы Не будем Так как здесь Выступает клей Я просто Беру И Опять же Так же Как переднюю Бусинку Вот я взял Хороший Хорошую часть Клея И промазываю Все Нить я никуда Не отрезаю Не бойтесь Что клей Куда-то там Заползет Он потом Аккуратненько Удаляется Старайтесь Чтобы вырез Шел вниз Вам удобней Будет потом Работать Приподнимаем Шарик Обязательно Потому что Мы заберем Часть загиба Если мы Его не приподнимем Как вы видите Все Мне уже Вполне Достаточно И Здесь Аналогично Упираюсь В этот Шарик И Опять же Ноготками Я его Пропихиваю Так как У меня Здесь Сохранился Клей Я Поворачиваю В удобное положение А удобное положение Для нитки Она у меня Не даст Возможности Сползать На Загиб Но Есть здесь Одна хитрость Нитку Нужно Опустить И Очень Очень В свободном Состоянии Ну просто Вот как вы видите Без всякой Натяжки Я начинаю Наращивать Возле Бусинки И По всему Телу Равномерно Как бы Нитку Как только Вы Нитку Продавите И дадите Усилие Шарик у вас Соскочит Работа будет Испорчена Контролируйте Пожалуйста Этот момент Или дождитесь Пока Наш Шарик Хорошо Приклеится Вот все Как вы видите У меня Переход Более-менее Симпатичный Плавный Ровный Для меня Вполне Достаточно Остальное Подровняет Лак Теперь я Также Беру Узловяз Без Натяжки Стараюсь Нить Увести К середине Вот здесь Мы уже Ничем Не подпортим Если будем Узел Делать В натяжку То что у нас Не сильно Симпатично Ровно Не переживайте Мы Лаком Абсолютно Все Исправим Будет ровно Красиво Ставим Вот в такое Почти вертикальное Положение И Клей у нас Служит Здесь Как бы Фундаментом Всего Поэтому я беру Опять клей И стараюсь Равномерно Уже промазать Вот Всю Мою Нитку И Заходим Обязательно Вот В вырез Который у нас Образовался Мы его Хорошо Закрыли Если у вас Есть Нет Допустим Клея Но есть Лак Берите И просто Лаком Вскрывайте Не совсем Ровно Но Это все У нас Еще и справится Оставляем Вот Оставляем Честно вам скажу На полчаса На 40 минут На час Вот ровно Столько Чтобы клей У нас Полностью Высох Не нужно Сыпать соду Не нужно Его брызгать Водой Он должен В естественных Условиях Полимеризоваться После этого Нам Нужно Будет Подготовить Вот такой Черный Перманентный Маркер Для того Чтобы мы Могли Покрасить Теперь уже В цвет Нашего Муравья Если мы Не дождемся Пока высохнет Клей Или лак И начнем Красить Можете Маркер Потом выбросить Сразу Как только Клей попал У нас На стержень Все У нас уже Маркер В этом месте Красить Ничего не будет Подстрижка Обрезка Ничего не даст Не торопитесь Поэтому я говорю Муравей Очень нудный Но Отчасти Скажу вам Очень хорошая Приманка Все Пока Делаем Небольшой Перерыв Продолжаем Дальше Вот у нас Наш Клей Подсох Значит Я тыльной стороной Вот так Ноготка Там Где Мне Определенные Моменты Не нравятся Проглаживаем Можете Пинцетом Можете Любой Пластиковой Какая У вас Есть Приспособление Беру Маркер Для удобства У меня Я Чтобы Быстрее Беру Значительно Толще И Начинаю Теперь Вот Все свое Аккуратненько Вместе С бусинкой Закрашивать Черный Цвет Если вам Нужен Коричневый Муравей Муравей Красите В коричневый Цвет Аккуратненько Так Чтобы Все 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 Хорошо Маркер Покрыл И Нашу Теперь Бусинку Скажу Скажу Откровенно Очень Даже Красится Хорошо Я сперва Когда Начал Подбирать У меня Вышло Так Что Я Говорил Это В предыдущем Фильме Пришли Бусинки Которые Невозможно Было Одеть Даже На 18 Номер По Диаметру Я не знаю Для кого Изготавливали Они Братья Наши Китайцы Вот Такой Шарик Куда Его Можно Одеть Было Отверстие Расширить Ничем Не Получится Попытался Немножечко Как бы Чем-то Продавить Вот То Хромирование Не Получается Поэтому Я Стал Из Четырех А то Из Диаметр Передней И Задней Бусинки Ну Так как Я Изготавливал Его И на Шестнадцатом Номере Поэтому Здесь И Шестнадцатом И четырнадцатом То есть Мне нужны Были Еще Меньше Бусинки Поэтому Поигрался Немножко Теперь Вот Вы Видите Не совсем Вроде бы Так Красиво Неровно С Бугарками А Теперь Смотрите Что Происходит Дальше Самое Главное Здесь Я Отвечаю Опять На Вопрос У Меня Есть Друг Константин Радь Вот У Него Так же Как И У Меня Возникла Проблема Вот С Таким Лаком Купил Я Его В Нашей Фирме Украинской А Он У Его Вот Так Вот Было В Бутылочке В Баночке Или Как Его Правильно Здесь Сказать В Разбавлять 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 Очень Очень Долго Почти Почти Месяц Он у Меня Стоял Вот Разбавлялся Растворялся Так Чтобы Дошел Уже До Необходимой Кондиции Но Довел Его Теперь Я Беру Опять же Медицинская Обыкновенная Игла Можете Даббинговую Как Вам Уже Прошел Беру Вот Так Каплю И Начинаю От Загиба На Колечко Натаскивать Поворачиваю К себе От Себя Не Имеет Значения Не Старайтесь Брать Много Так Как Лак Будет Плыть А Это Не Очень Хорошо От Загиба И Опять На Колечко Так Чтобы Даже Заходило На Цевье Крючка Это Не Страшно Опять И Вот Так Проходим Полностью Прокручивая Полностью Нашу Бусинку Как Вы Видите Лак У Нас Пытается Куда То Съехать Сойти И Наша Вот Такая Вот Уже Капелька Не Хочет Формироваться Так Как Нужно Но Как Вы Видите Вот Я Ее С Помощью Лака Уже Сформировал Если Мы Будем Оставлять В Таком Положении То Оно Так И Застынет Поэтому Я Беру Отпускаю Тиски Чтобы Можно Использовать Было Ротари И Какое То Время Вращаюсь Слежу За Тем Чтобы У меня Лак Равномерно На 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 Бусинке И Временами Подправляю Там Где Мне Нужно И Опять Прокручиваю Добавляю Капельку Как Только Лак У Меня На Основной Большой Бусинке Подхватился Я Промазываю Лаком Уже Переднюю Бусинку Все Как вы Видите У меня Уже Более Менее Сформировался Прокручиваем До тех пор Пока Лак Не Станет Ничего Не Трогаем И Опять Друзья Мои Делаем Паузу До Того Момента Пока Полностью У нас Не затвердеет Лак Ни Мягкий Ни Липкий Никакой А именно Чтобы Был Как Камень В противном Случае У нас Появятся Пузыри Если Мы Дальше Будем Работать И Будут Определенные Неровности Которая Повлияет На Качество Нашей Мушки Ну Вот Вы Видите У меня Уже Начал Лак Схватываться Поэтому Я могу Его Спокойно Теперь В любом Положении Оставить Плыть Он Никуда Не Будет И Даю Ему Опять Остыть Отвердеть Продолжаем Дальше Как Вы Видите Уже Вот У нас Готова Такая Красивая Капелька Форм Можете Придавать Любую Это Уже Как вам Будет Удобно Можете Вообще Ограничиться Только Лишь Застопорить И посадить На клей Сам Шарик Как Как вам Удобно Это Уже Личное Эстетическое Мнение Значит Почему Я не Использую Всевозможные Вот такие Ультрафиолетовые Клеи Или же Допустим Чисто Эбоксидную Смолу Потому Что нам Нужно Чтобы Было Глубокого Проникновения Лака Я уже Неоднократно Говорил Что Лак Фирмы Hens Это Не просто Лак Это Не реклама Поймите Правильно Он Не является Самым Лучшим Но Учитывая Его Особенности Я его Применяю Очень Часто Это Лак Клей То есть Он Глубокого Проникновения Получается Мы капнули Капельку И она Прошла Почти До самого Основания По всей Нитке Только Потом Начинает Склеиваться И только Потом Становится Уже Как говорится Тем Лаком Который Дает Вот Такую Пленку Поэтому Я использую Только Так Вы Можете Пробовать Все Возможное Если Я Изготавливаю Большое Количество Понятное Дело Я Не сижу Возле Этого Одного Муравья 40 Минут И не Жду Когда У меня Высохнет Клей И лак Оно У меня Идет По Кругу Но Учитывая Даже Мою Мой Опыт Будем Говорить Так Вязание Мушек И Технологический Процесс Ну Больше 12 14 Штук В день Сделать Очень Сложно Вы Можете И 40 Заготовок Сделать Но Технически Просто Больше У меня Не Получалось Или Начинал Лак Плыть Или Еще Какие Проблемы Поэтому Для меня Вязание Мушек Это Наслаждение Я Получаю Удовольствие Это Не Работа Поэтому Я К этому Отношусь Только Так Все У нас Готово Переходим Теперь К самому Ответственному Моменту Ну Моменты Все Ответственные Я имею Ввиду Уже К Завершающему Моменту Поставили Нашего Муравья В удобное Положение И Нам Необходимо Подготовить Подложку Вы Задавали Вопрос Для Чего Если Я Сейчас Вот Подготовил Для Вас Три Разные Нитки И Вы Обратите На них Особое Внимание Я Буду Светить Ультрафиолетовым Фонариком Видите Это Не Реагирует Это Реагирует Дает Хорошо Отсвечивает Ультрафиолете То есть Если мы Поверх Вот такого Белого Намотаем Вот такой Вот Наш Ярко Оранжевый Или же Красный То Сочность Цвета У нас Ну Немножко Скушается При намокании Или же При покрытии Лаком Как многие Жаловались Если Если Мы Будем Использовать Вот Такую Хорошо Светоотражающую Нитку И Поверх Опять же Светоотражающую Нитку То У нас Сочность И Насыщенность Нашей Приманки Не Изменятся И Будут Еще Больше Привлекать Значит Если У вас Нет Подходящего Материала Используйте Тесьму Тесьма Достаточно Есть Тесьма И Светоотражающая Любая Значит Что Я Моменты Которые Ну Я Это Делаю Так Вы Можете Делать По Другому Я Как Только Закрепил Вот Кусочек Моей Белой Нитки Я Отрезаю Вот Ту Часть Которая Мне Не Нужна И Сразу Беру Креплю Ту Нитку Которую Я Буду Формировать Тело Чтобы Десять Раз Одной Тоже Не Делать Мне Так Удобно Подхватываем Ее И По Всей Длине Я Ее Креплю Теперь Смотрите Какой Есть Здесь Нюанс Не Ровно Будем Ходить Взад Перед А Вот У Головки Мы Немножечко Должны Сделать Утолщение Перешли К Задней Части Точно Так Ж Здесь Я Делаю Вот Больше Чтобы У Меня При Креплении Лапок Лапки Сами По Себе Потом Уже Топоршились Не Надо Мне Будут Передавливать И Приводить В то Положение Которое Допустим Должно Быть У Приманки И Нитка Очень Очень У меня Здесь Тонкая Поэтому Я Постараюсь Немножечко Ускориться Но Быстрее Чем Есть Оно Все Равно У нас Не Будет Аккуратность Прежде Всего Сколько Какую Толщину Это Вы Уже Выбирайте Сами Согласно Крючка Проволоки Своей Приманки И Всего Остального Единственное Могу Сказать Одно Не Забывайте О том Что Лак Добавляет Еще Толщину Я Проблизительно Ну Не Знаю Как Вам Объяснить Пол Спички Или Пол Ампулки Или Полтора Миллиметра Чисто Эстетически Вот Допустим Прошел Я вижу Вот Мне Еще Если Пройтись Немножечко Оранжевой То Для Меня Будет Вполне Достаточно Все Я Теперь Беру Мою Оранжевую Нитку И Перехватываю Чтобы Не Вязать Узлов А Было Ровно Удаляю Белую И Теперь Просто Аккуратненько Стараюсь Виточек К Виточку Запройтись Поверх Этой Моей Белой Подложки Если Есть У вас Другая Нитка Красная Пожалуйста Используйте Потому что Не обязательно Вот Мне захотелось У меня Есть такая Нитка Я ее Сделал Пробуйте Может быть У вас И коричневая Будет Работать Может Вообще Чисто Черного Муравья Дело В том Что Я еще Что Делал Я брал Если у меня Подходили Бусинки Не черные А чисто Медные То есть Я их не красил А оставлял Уже Культурно Крепил Немножко Была Другая Другая Форма Делал Чисто С Бусинками Теперь Я беру Вытянутую Свою Вот Эту Резиночку Которая Как вы Поняли Продается В рукоделии И Выбираю Длину Которая Должна Быть Спереди И Вот Такой Вот Петелечкой Я Просто Беру И Подхватываю Плотно Плотно Вот Подхватили Вот Так В Двух Трех Местах Не Приближаемся Ни к голове Никуда И Сразу Я Тут же Отпущу Отпущу Свободную Часть Чтоб Мне не Мешало Приблизительно На глаз Оставлю Сколько Мне нужно На задние Лапки И Так же Как и Первая Парой Тройкой Оборотов Нитки Я подхвачу Ну Я вижу Что у меня Задние Лапки Длинные Будут Если Так Я Оставлю Поэтому Я Немножечко Подтяну Еще Чуть Чуть Приблизительно Так Мне Будет Достаточно Кому Удобно Работать Левой Рукой Работайте Левой Рукой Кому Правой Как Удобно Теперь Я Что Беру Выравниваю Передние Мои Усики И Отрезаю Лишнее Отрезав Все Пока Мы Не Трогаем Берем Заднюю Натянули Слегка И Ножничками Разрезали Как Вы Видите Немножечко У меня И Длинные И Передние И Задние Лапки Вышли Это Не Страшно В процессе Рыбалки Вы Потом Уже Сами Сами Для Себя Выберите Иногда Рыба Реагирует И На Очень Длинные И На Очень Короткие Все Зависит От Того Какие Ваши Рыбалки Подрезать Всегда Возможно Все Оставляем В таком Положении Как Вы Видите Берем Теперь Как Нам Закрепить Следующую Шестую Пару Лапок Для Этого Опять Подготовим Если у нас Не подготовлена Резиночка Вытянем Ее В Необходимую Длину И Переворачиваем Крючок Перевернули Вверх Зафиксировали Чтобы он Не соскочил Сложность Здесь Состоит В том Чтобы Ее Сориентировать Строго Перпендикулярно Я Не Усердствую Сильно Вот Слегка С небольшим Вот таким Вот у меня Вышло Наклоном Мы Впоследствии Ниткой Все это Подровняем Отрезаю Я приблизительно Длину Моих Лапок Среднюю И теперь Я беру И ниткой Я Закрепляю В таком Положении Лапку Которая Мне Устраивает Если Больше Я Ее Верну Вот так Потом Как вы Видите Ниткой Это Не Очень Страшно Очень Даже Удобно Быстро И Хорошо Вот Вы Видите Вот так Вот Получается Получается Средние Лапки С небольшим Бугарком Лучше Лучше Не выйдет Я уже Сколько Не пробовал И Делать Тоньше И Как Удобно Ну Дело В том Что Рыбе Некогда Рассматривать Насколько У нас Есть Там Бугарок Для Лапок Или У нас Его Нет Поэтому Ей Надо Кушать Она Будет Хватать Нашу Приманку Теперь Это Мы Уже Закрепили Какое Количество Нитки Ну Это Уже Как Вам Будет Удобно Главное Чтобы Немножечко Скрыть Следы Крепления Лапки Беру Узловяз И Уже Выполняю Завершающий Узел Столько Сколько Вы Сочтете Необходимым Это Не столь Принципиально И Также Аккуратненько Срезаем Нить Все Теперь Мы Все Закончили Как Вы Видите У нас Мы Можем Немножечко Еще Подтянуть Куда Нам Нужно Лапки Ниже Выше Если Они У нас Куда То Вылезли Куда Нам Не Нужно Вот Я Сделал Приблизительно Вот Такую Придал Форму Они Немножечко Длинные Но Это Легко Поправимо Годится Теперь Чтобы не было Никаких Проблем Что испортили Я Обычно Вот Стараюсь Два Три Раза Проходить Потому Что Лак Должен Впитаться Вы Сейчас В процессе Я не буду Останавливать Потому Что Мы Уже Заканчиваем И Наносим Необходимой Можно Иглой Но Я Кисточку Здесь Сделал У себя То Есть Это Не Является Как Говорится Для Повторения Обратите Внимание Наш Лак Пытается Вот Под Течь Под Головку Не Переживайте Это Не Страшно Не В Этой Ситуации Вот Не В Этой Ситуации Можно Оставить Вот Как Оно Есть Можно Иголочкой Поправлять До Полного Высыхания Даже Если Прилипнет Немножко Головки Это Не Страшно Вот Вы Видите Сколько Уже Прошло Времени А Наша Вот Часть Которая Сверху Уже Впитала Достаточное Количество Поэтому Я Беру И Еще Добавляю Ну В Принципе Это Пару Пару Тройку Раз Вот Лака Которого Мы С вами Добавляем Будет Вполне Достаточно Принцип Вам Уже Понятен Муравей Наш Уже Готов Сложности Как Вы Видите Здесь Больших Никаких Нет Ни С Материалом Ни С Чем Можно Изготовить Из Чего Угодно Поэтому Пробуйте Делайте Если Будут Вопросы Пишите На Почту Или Же В Комментариях Но Желательно Указывать Где Вы Проживаете Мне Так Легче С Вами Общаться Все Друзья Мои Благодарю Вас За Внимание До Скорых Встреч Продолжение следует